Россия и Беларусь совместно пытаются сделать этот мир лучше, используя множество средств и механизмов. Сегодня Запад, похоже, не намерен идти на переговоры. У нас большая проблема с зависимостью исключительно от сельскохозяйственных ресурсов, с деиндустриализацией, инфляцией, безработицы и так далее. Мы сфокусированы на наших внутренних делах, в том числе на общественной безопасности. Таким образом, сейчас Западу выгодно поддерживать фашизм, чтобы атаковать в основном славянские этносы. По приглашению посольства Беларуси в Бразилии, я участвую в конференции, организованной Генеральной прокуратурой Беларуси. Конференция посвящена Конвенции ООН о предупреждении преступлений геноцида и наказаний за него. Мое выступление о том, что геноцид и идеология геноцида, такие как фашизм и нацизм, все еще живы в Европе и должны быть нейтрализованы международным сообществом. А также мы говорим о необходимости восстановления международного права, как ориентира для всех стран. На мой взгляд, это происходит из-за заинтересованности некоторых стран в использовании подобных идеологий в своих политических целях. Сегодня мы видим возрождение фашизма в некоторых регионах Европы, в основном в Восточной Европе, например, в Украине, с целью нападения на геополитических соперников Запада. Так что, на мой взгляд, Запад разжигает и поддерживает возрождение фашизма с этой целью. Потому что замысел этой поддержки фашизма состоит именно в нападении на страны, которые Запад считает врагами. Таким образом, сейчас Западу выгодно поддерживать фашизм, чтобы атаковать в основном славянские этносы. В истории есть немало примеров того, как эти этнические группы агрессивно преследовались фашистской и нацистской идеологии. И нынешний проект, который снова накачивает эти идеологии, ставит целью вновь атаковать эти этносы и страны. Такой пример Украина, где спустя 80 лет после Второй мировой войны, начав с переворота на Майдане, фашистские и нацистские формирования нападают на этнических русских в Донбассе. Это пример того, как Запад, геостратегически управляя возрождением фашизма для достижения своих геополитических целей, использует возрождение фашизма в Украине для нападения на определенные этнические группы. Запад пытается остановить процесс геополитического перехода к многополярному мироустройству. Сегодня некоторые страны занимают особое, более заметное положение в этом геополитическом процессе. Это Россия, Китай, Беларусь, Иран, Северная Корея. Поэтому Запад будет использовать все свои механизмы, всех своих марионеток, чтобы помешать данным странам достичь своих целей. И в Восточной Европе фашистская идеология служит этой цели, работает на нее. Нападая на Россию, Беларусь, атакуя русскоязычное население Украины, эти военизированные формирования дестабилизируют ситуацию, не давая вашим странам достичь своих геополитических целей. И это главная цель Запада. Он не может вести войну со всеми своими врагами напрямую. Запад не может напасть на них и победить. Это невозможно. Поэтому они используют своих марионеток для дестабилизации, как сейчас происходит на Украине. Я всегда был сосредоточен на изучении геополитики. Это часть моей профессиональной сферы, как в академических исследованиях, так и в исследованиях в качестве журналиста, специализирующегося на международных отношениях. Я считаю этот геополитический процесс крайне необходимым не только для стран, которые сейчас его возглавляют, но и для моей страны. Бразилия оказывается в выигрыше при многополярном мире. Наша страна стремится к многополярному мировому порядку. Поэтому нам, бразильцам, как сторонникам многополярности, необходимо сотрудничать со странами, возглавляющими этот геополитический переход. Вот почему я изучаю и пишу обо всех этих событиях. Происходящее сейчас в Восточной Европе очень важно для консолидации, для создания того нового мира, в котором Бразилия займет достойное место. Бразилия сейчас сосредоточена на решении внутренних проблем. Нужно решать нашу социально-экономическую ситуацию. В последние десятилетия мы переживаем процесс деиндустриализации. У нас большая проблема с зависимостью исключительно от сельскохозяйственных ресурсов, деиндустриализации, инфляции, безработицы и так далее. Мы сфокусированы на наших внутренних делах, в том числе на общественной безопасности. Именно поэтому Бразилия в настоящее время не ведет этот геополитический процесс совместно с другими державами, нацеленными на многополярность. Надеюсь, что наши проблемы будут решены в ближайшее время, и Бразилия присоединится к этим странам и будет более активно участвовать в геополитическом преобразовании мира. Технологическое развитие, прогресс, все эти хорошие вещи не обязательно приведут к улучшению социальных, политических условий и так далее. Это во многом зависит от доброй воли политических глобальных элит. И сегодня наша проблема в том, что многие важные решения, большая часть процесса принятия решений контролируется группами, которые преследуют односторонние эгоистические интересы и готовы сделать все необходимое для их достижения, даже если это плохое решение для целых стран, для целых народов. Поэтому, чтобы преодолеть ситуацию и действительно создать новый мир, необходимо своего рода глобальное сознание, глобальный консенсус относительно нужд, целей, которые будут полезны для всех. У нас была похожая ситуация в прошлом веке, когда мир согласился, что необходимо что-то сделать, чтобы избежать такого явления, как нацизм. Поэтому мир объединился и создал правовой международный порядок, направленный на недопущение фашизма, нацизма, геноцида и так далее. И это очень успешно делалось в течение многих десятилетий. Но сейчас этот порядок терпит крах. Мы видим, что фашизм снова поднимается. Мы видим попытки геноцида. Я надеюсь, эти процессы создадут понимание между лидерами, помогут им собраться вместе, договориться и совместно построить лучший мир. К сожалению, эти процессы очень сложны. Здесь затрагиваются индивидуальные интересы многих групп. Но если избегать перемен, если не менять ситуацию, всегда достигаешь точки невозврата. И в этой точке невозврата необходимо создать новый мир. Так было после Первой мировой войны, когда они пытались избежать новой Великой войны в Европе. Им это не удалось. Получилась Вторая мировая война, которая была еще хуже. Поэтому нужно было объединиться и совместно создать новый мировой порядок. Я думаю, сейчас наступил именно такой момент. Момент, когда с одной стороны у нас есть путь, который может привести к Третьей мировой войне. А с другой – путь к новому мировому порядку, к стабильности и сотрудничеству. Посмотрим, как те, кто принимает решения, будут управлять этой ситуацией. Всегда есть надежда на переговоры, надежда на дипломатическое решение. Но для того, чтобы это произошло, нам нужна воля обеих сторон. Сегодня Запад, похоже, не намерен идти на переговоры, потому что для него жизненно важно сохранить этот однополярный миропорядок, хоть он и находится в кризисе. Поэтому я верю, что Запад будет вынужден вступить в переговоры, не имея достаточно сил, чтобы сохранять статус КВО без серьезных последствий. Но, боюсь, это произойдет не так скоро. Россия и Беларусь совместно пытаются сделать этот мир лучше, используя множество средств и механизмов. Они предлагают государствам альтернативную геополитическую модель, отличную от той, где страны могут достичь своих целей, только в случае, если они будут с Западом. Сейчас Россия и Беларусь вместе показывают, что альтернатива есть. Против России и Беларуси были введены санкции в связи с началом специальной военной операции. Запад ожидал, что этими санкциями он изолирует ваши страны. Но этого не произошло. Россия и Беларусь могли предложить альтернативу. И сейчас другие страны создают новые платежные системы, работая над другими путями взаимодействия с Минском и Москвой. По сути, ваши страны вместе с другими показывают глобальному югу, что другой мир возможен, что лучший мир может появиться после того, как старый геополитический порядок под руководством США рухнет. Более того, ваши страны призывают к реформированию глобальных институтов и организаций, чтобы их работа соответствовала новой геополитической реальности. Россия и Беларусь недавно призвали к реформам в Совете Безопасности ООН. Беларусь, как член Совета, представила 22 шага по реформированию ООН. В Бразилии я и еще два исследователя, Рафаэль Мачада и Таисия Непансиана, написали книгу об этом, и она скоро будет опубликована. Я считаю Александра Лукашенко одним из величайших политических лидеров современности. Ваш президент помог сохранить стабильность и безопасность в стране, когда все обстоятельства были против этого. Беларусь пережила попытку смены режима. Запад по-прежнему поддерживает военизированные ненацистские формирования, прошедшие подготовку в странах НАТО. Беларусь подверглась нескольким террористическим атакам со стороны этих военизированных групп. Александр Лукашенко не позволил втянуть свою страну в конфликты, происходящие сейчас в регионе. Он обладает геополитическим и дипломатическим опытом, которым мало кто из сегодняшних политических лидеров может похвастаться. Я думаю, что большинство мировых политиков потерпели бы неудачу, если бы столкнулись с такими же вызовами, какие были в эти годы у Александра Лукашенко. Поэтому его политический опыт, его популярность и способность принимать жесткие, но необходимые решения делают его, по моему мнению, одним из величайших политиков нашей эпохи. Действительно, западные СМИ стали активно освещать подобные встречи. Конференции лидеров стран движения не при соединении. Они видят это как что-то очень опасное, что-то, что следует нейтрализовать или избегать. Я считаю, что расширение сотрудничества между странами, не относящимися к Западу, необходимо для консолидации многополярного мира. Китай и Беларусь, как и другие страны, поддерживающие многополярный мир, объединились, так как это им выгодно с точки зрения достижения своих экономических, дипломатических и политических целей. Все эти сферы тесно переплетены. Когда мы говорим об экономике, обороне, дипломатии, мы не можем рассматривать их как что-то изолированное. Беларусь, Россия, Китай и Иран у всех, конечно, есть свои собственные интересы. Но над этими индивидуальными интересами стоит общий интерес, который заключается в создании нового мирового порядка, в котором все они будут принимать более активное участие и играть более весомую роль. Вот чего опасаются западные СМИ. Вот почему они сообщают об этих встречах, конференциях, событиях с участием лидеров, не связанных с Западом, как о чем-то очень опасном. Действительно, это опасно для однополярного мира и необходимо для многополярного мира. Таким образом, Беларусь и Китай объединились, и я высоко оцениваю это сотрудничество. Очень красивая страна с невероятной архитектурой в советском стиле, которая мне очень нравится. Прекрасная страна, как я и ожидал. Между Бразилией и Беларусью я не вижу никакого географического сходства. Я живу в Рио-де-Жанейро, в это время года у нас лето, 50 градусов, а здесь сейчас снег, так что сходства нет. Но беларусы и бразильцы, как и многие народы мира, имеют много общего, не в их культурах, не в их ценностях или чем-то подобном, а в их общей заинтересованности в созидании хороших отношений друг с другом, со своим народом и с другими людьми. Меня здесь очень хорошо приняли, так же, как и беларусов и россиян, приезжающих в Бразилию, от которых я слышал добрые слова о гостеприимстве нашего народа. Это очень важное качество, которое ценится во всем мире. Важно ценить, хвалить, принимать друг друга, уважать различия, их разнообразие и таким образом создавать дружбу. Будьте бдительными, смело встречайте все проблемы, с которыми сталкиваетесь. В них нет ничего нового. Мир всегда переживал кризисы и войны, и мы преодолевали все эти испытания. Я надеюсь, что это будет еще один повод, чтобы остановиться, переосмыслить и переформулировать мир. Многие склонны впадать в отчаяние, сталкиваясь с подобными ситуациями. И не только обычные люди, но и те, кто принимает решение, что усугубляет ситуацию. Поэтому я хотел бы сказать следующее. Будьте осмотрительными, остановитесь, чтобы переосмыслить и перестроиться.